В эфире события. Здравствуйте! С вами Светлана Русскина. Смотрите выпуски. Родильные отделения Симашко, Пирогово и 10-й городской больницы ждет ремонт. Объем работы оценил руководитель департамента здравоохранения. Опасная работа, глаголом «жечь сердца людей». В Самаре вспоминают погибших журналистов. Пороги, завалы, бурное течение. Уральские реки испытали на прочность самарских спасателей. Внушительной суммой может пополниться городская казна за счет дорожных штрафов на 200 миллионов рублей. Недавно городская администрация подписала договор с ГИБДД области. И как только начнет работать центр автоматической фиксации правонарушений, деньги потекут в горбюджет. При этом городской администрации работают над обеспечением комфортных условий движения. В частности, обновляют дорожную разметку. В этом году часть будет наноситься термопластиком на тех магистралях, которые не будут подвергаться ямочному ремонту. У нас это новые дороги, которые в прошлом году были сданы. А львиная доля средств ведет также на несение нитроэмали со светроотражающими элементами. Это 31 улица, которая после текущего ремонта и аварийно-ямочного будет подготовлена. График у нас есть. И мы с июня планируем начать там тоже разметку. Сегодня на улице Куйбышева мелкие ямы и трещины заливают битумом и покрывают асфальтом. На первый взгляд, для разбитых трасс эта мера несущественная. Но именно такие швы укрепляют дорожное покрытие и не дают ему разрушаться. Этот вид дорожных работ можно производить только днем при благоприятных погодных условиях. Из-за ремонта движение на участке между Красноармейской и Вилоновской было затруднено. Не все водители относятся к этому с пониманием. Конечно, смущает. На нас ругаются. Мы им помажем иногда, что ругаемся. Утравление идет хорошо. Но это вот не такое честь. Когда кладут асфальт вот битым, там мешает. А это нормально. Сегодня в Тольятти прошел съезд машиностроителей. Премьер Владимир Путин присоединился к участникам во второй половине дня. Сразу после приземления глава правительства отправился на полигон автоваза, где протестировал новинку «Ладу Гранту» темно-вишневого цвета. Во время испытаний произошло две заминки. Капот не хотел открываться, а машина заводится. Путин объяснил журналистам, что он не знал про наличие электронной педали газа. Разогнавшись до 120 км в час, премьер подытожил. Хорошая машина. На предприятии полагают, что первые такие автомобили уйдут покупателям уже в конце 2011 года. Я надеюсь, что и то, что сейчас в последнее время вам удалось сделать, тоже очень неплохо. Объемы восстановились почти до кризиса на уровне. Зарплата подросла, да? Вы знаете, да, что вот в период кризиса очень много сделали для предприятий. Большие деньги дом сюда перечислили. За два года 75 миллиардов. Все это пошло на поле, предприятие стабилизируется и имеет хорошую перспективу развития. Я хочу вам пожелать успеха. Спасибо. И сказать вам спасибо за результаты работы. Серийное производство «Гранты», созданное на базе уже известной «Лады Калины», планируется начать в октябре текущего года. Автомобиль позиционируется как самая бюджетная машина в Европе. У самарских единороссов новый лидер. Сегодня на должность секретаря Самарского регионального отделения партии избрали Александра Фетисова, председателя городской думы. Игорь Носков, ранее занимавший этот пост, написал заявление об уходе. Он считает, что те задачи, которые перед ним ставились, он уже выполнил. Во время работы Носкова реализована партийная антикризисная программа. На сегодня уровень безработицы в Самаре – один из самых низких на территории Поволжья. Численность партийных рядов увеличилась в полтора раза – до 37 тысяч человек. На территории области действует более 30 федеральных и региональных партпроектов. На сегодняшнем этапе перед партией стоят новые задачи. Для этого нужны новые люди. Я привык относиться к выполнению своих обязательств ответственно. Сегодня государство перед мной и моим коллективом в Самарском государственном университете ставит достаточно масштабные задачи. Это переход на двухуровневые модели образования. Это переход на новые образовательные стандарты. Это обязательство построить бассейн Самарского государственного университета до конца этого года в рамках партийного проекта «500 бассейнов для вузов». Со дня основания рекотделения в феврале 2002 года в должности секретаря полицовета или исполняющего обязанности работали 6 единороссов. Дольше всех 2,5 года пробыл на посту именно Игорь Носков, ректор Самарского государственного университета. Сегодня он остается в активе партии. С 15 мая детские сады города начинают набор детей в группы. Но по-прежнему проблема нехватки мест стоит остро. По данным Департамента образования, на 1 мая 2011 года в очереди стоит более 19 тысяч детей. Трехлетний Никита обожает играть на детской площадке и кататься на велосипеде. Но общается со сверстниками малыш нечасто. Очереди в детский сад ждем несколько лет, говорит мама. Хотя записались в 4 разных сада несколько лет назад. 25 человек где-то примерно набирают в каждый садик. Из них человек 15-20 только льготники. Но там остается человек 5. 5 детишек из всего количества. Ну вот мы в садике какие? 60-е, где-то 50-е. Ну вот набрали, только сказали, вот в этом садике у нас тут во дворе где-то 40 человек. Максимум, максимум. И то неизвестно, они попадут. То есть вот мы не попадаем. Для решения проблемы нехватки мест в городской администрации разработан поэтапный план действий. Это позволит сократить очередь на 2000 человек. В детских садах откроют более 40 дополнительных групп на 800 мест. 8 групп будет при школах города. Также скоро начнется строительство новых помещений. Для этого уже готовится 10 земельных участков. В планах реконструкция старых зданий. В конце года мы запускаем два новых детских сада. По улице Черемшанская 152 и Карломарска 370. Здесь ранее располагались бывшие детские сады 30 и 306. Один на 9 групп, другой на 4 группы. То есть на сегодняшний день, опять-таки, совместно с областным бюджетом спланированы средства на реконструкцию данных детских садов. В борьбе с очередью городские власти предлагают и альтернативные методы. Один из них – семейные группы. Воспитатель будет заниматься с малышами у себя дома. Группа организуется в семьях, имеющих детей от 2 до 7 лет. Весь инвентарь и игрушки для семейных групп предоставит муниципалитет. В текущем году на это предусмотрено более 6,5 миллионов рублей. Лариса Шлафаст, Борис Смеловский, ГИС События. В родильных отделениях Самары ежегодно рождаются в среднем 10 500 малышей. Создать комфортные условия мамам и новорожденным – важная задача для медиков. Родильные отделения «Симашка», «Пирогово» и 10-й городской больницы ждет ремонт. Объем работы сегодня оценил руководитель департамента здравоохранения. В роддоме больницы «Симашка» на свет появились тысячи маленьких самарцев. Новая жизнь рождается в отделении весьма преклонного возраста. Трехэтажное здание было построено еще в 1963 году. Спустя почти полвека оно наконец готовится к ремонту. Отделение включили в программу модернизации системы муниципального здравоохранения. Сегодня здесь наметили первоочередные задачи. У нас остается не отремонтирована палата патологии, но на славу попала у нас в программу модернизации. На следующий год мы ее отремонтируем. Второй этаж, послеродовая. Будем смотреть, выделят нам денежки, сделаем. И основное у нас осталось невыполненным мероприятие, которое сейчас начнем выполнять. Это организация кругового проезда. Сейчас городом изыщутся средства. В конце 2010 года роженец в срочном порядке перенаправили в другие учреждения. Здание закрыли на 45 суток по предписанию пожарного надзора. За это время здесь провели ремонт двухэтажей, установили пожарную сигнализацию и систему эвакуации. Врачи считают, что сегодня отделение может бороться за звание лучшего. В детской реанимации новейшее оборудование, уютные палаты, грамотный медперсонал. В следующем году на ремонт выделят около 18 миллионов рублей. Постепенно, я думаю, в течение двух лет мы процесс завершим. Максимум. По программе модернизации будет также отремонтировано родильное отделение в 10-й больнице и еще два в Пирогово. Светлана Новосельцева, Владислав Манин, ГИС События. Не только информировать, но и обращаться к умам и сердцам людей. Журналистика считается одной из самых опасных профессий. Большинство репортеров гибнут в горячих точках. С каждым годом их становится все больше. В отличие от солдата, репортер и оператор практически не защищены. Наше традиционное оружие – блокнот, ручка, фото и телекамера. В прошлом году в мире были убиты 56 журналистов. Сегодня вспомнить своих погибших коллег в 15-й раз собрались самарские журналисты. Поминальная служба состоялась в храме Сергия Радонежского. Союз журналистов сейчас тоже есть свои небесные братья. То есть наш союз уже пророс до неба. Россия входит в список самых опасных для работы журналистов стран наряду с Сомали и Колумбии. Сотрудников СМИ убивают, похищают на них, заводят уголовные дела. Многие теряют здоровье на нервной почве. Я считаю, что профессия наша очень трудная, непростая. И журналисты никогда не отличались хорошим здоровьем. Поэтому, наверное, с каждым годом список наш увеличивается. И журналисты уходят. В День скорби журналисты вспоминали коллег, товарищей и близких друзей, которые останутся навсегда в памяти и наших сердцах. Завершился городской конкурс «Двор, в котором мы живем». В нем участвовали 200 дворов. Жители каждого высказывали оригинальные идеи по благоустройству. И вот победители ждут изменений. Марина Кравцова продолжит. 40 самарских дворов стали победителями конкурса «Двор, в котором мы живем». Реконструкция уличного освещения, ремонт дорожного покрытия, парковки, деревья и цветы, детские площадки и спортивные комплексы. Такими будут призы. Мы надеемся, что в течение лета вот эти 40 дворов, как минимум, они приобретут совершенно новый вид. Они снова станут центрами общения многих поколений. Там будет очень красиво, уютно, светло. Всего более 200 дворов претендовали на звание лучших. Шанс на благоустройство у них остается. Реализация городской программы продолжится и в следующем году. А пока поздравления принимают жители дома на революционной. Активность и изобретательность местных жителей помогли этому двору выиграть в конкурсе. В своей заявке люди просили обновить детскую площадку и построить спортивный комплекс. Теперь здесь уверены, мечты сбудутся. Профессиональные архитекторы уже навестили призеров. Сделали первые наброски и выслушали пожелания горожан. Мы очень рады, что мы победили в конкурсе. Мы, собственно, уже несколько раз занимали первые места. Мы свой дом очень любим и хотим, чтобы около дома было у нас все красиво. Нам бы очень хотелось, чтобы нам помогли обустроить пешеходную дорожку. Вслед за архитекторами за работу возьмутся коммунальные службы. А полный список дворов счастливцев опубликуют в ближайшие дни. Марина Кравцова, Иван Карпов. Есть события. Самарские туристы открыли сезон водных путешествий. Покорять бурлящие горные реки Башкирии решились 40 человек. Профессионалы и любители на байдарках, катамаранах и рафтах. В плавание отправились и спасатели Самарского городского поисково-спасательного отряда. За неделю возможность отработать навыки спасения на воде им представлялась не раз. В этом убедилась Любовь Коренева. Проверка на прочность. Уральская река с говорящим названием «Зигаза» в первый же день встретила самарцев завалами. Лежащие поперек воды деревья на катамаране не обойти. Туристам приходилось перетаскивать свои плавсредства на веревках. Не тяните себя. На скотчу, вводи молотку. Отдалкивайся от бревна. Следующее испытание – порог Кысы. Бурлящий поток протяженностью в добрую сотню метров. И если пассажирам катамаранов и рафтов это больше напоминало американские горки, то для байдарочников это стало серьезной проверкой сил. Пройти порог без потерь все-таки не удалось. К счастью, людям помощь спасателей не понадобилась. А вот байдарка после такого купания восстановлению уже не подлежит. Байдарка, которая пошла первая, не предупредив ребят. И в общем-то, спас работа была не готова к этому. В итоге пришлось их ловить. Мобилизовав физические и моральные силы самарцев, река неожиданно успокоилась. Плавсредства, которые благополучно пережили испытания водой и камнями, добрались до пункта назначения в целости и сохранности. Их пассажиры отправились знакомиться с местной флорой и фауной. Смотри, Макс, кого я поймала. Путь домой прошел на другом транспорте. У поселка Таш-Осты туристов ждал автобус. Мариана Мирная, Любовь Коренева, ГИС, События. Продолжение следует...